Общественная палата сегодня обсуждает, нужны ли стране вытрезвители и каким должно быть это спецучреждение. Время для разговора давно пришло, да и к тому же именно в середине мая, 25 лет назад, в стране началась антиалкогольная кампания. Тогда вытрезвители было достаточно, а вот сейчас попасть туда не так-то просто, как думают многие. Существующих на всех часто не хватает места, а в некоторых городах страны медвотрезвители просто закрыли, и видимо зря. Наш корреспондент Илья Костин попытался трезво взглянуть на ситуацию. Эту женщину милицейский патруль нашел уже за полночь, около одного из жилых домов Ульяновска. Все вытрезвители в Ульяновской области уже месяц как закрыты. Единственное место, куда теперь могут доставить таких пациентов, это местная наркологическая больница. Вот они здесь спят, условий никаких нет, спят на полу, рядом, с вами боимся, вот встанут. Нам не знаю, работой заниматься, не знаю, за ними следить, они же встают. Не дай бог, каменный пол там упадут, все разовьет в угол. Сегодня женщине придется ночевать прямо у лестницы. Да и утром, учитывая состояние, она вряд ли сможет покинуть больницу самостоятельно. В общественной палате сегодня обсуждают, как будут работать вытрезвители и будут ли они работать вообще. Понятно, пока лишь одно, милиция будет по-прежнему задерживать пьяных людей на улицах, особенно если они нарушают порядок, а затем передавать их врачам. Решение о выводе вытрезвителей из ведения МВД к Минздраву, объявленное президентом еще в феврале, одними из первых поддержали правозащитники, которые давно и последовательно критиковали существующую систему вытрезвителей. Их правовой статус неочевиден, непонятен и уродлив на самом деле. Где там кончается медицина, начинается правоохранительная система, непонятно. Взять вытрезвители на свой баланс в Минздраве согласились, но при этом задумались, а нужны ли они вообще в своем нынешнем виде. Уже у нас в 16 регионах закрыты медицинские вытрезвители. Милицейским экипажам дается право доставлять таких людей в состоянии алкогольного опьянения, либо в дежурные части и содержать их там, либо в медицинские учреждения, где они будут лечиться. В Москве на многомиллионный город сейчас работает только один вытрезвитель. Задержанных за распитие спиртных напитков ждет составление протокола в милицейском участке и штраф от 100 до 300 рублей. Для сравнения, во Франции сумма штрафа может достигать и тысячи евро, и трезветь нам придется в полицейском участке. А в Англии, например, перебравшего свое человека доставят вытрезвители, которые находятся в компетенции здравоохранения. В белорусских домах трезвости заставят еще и слушать компьютерные нравоучения. Как бы то ни было, чтобы не оказаться в таком беспомощном состоянии, любителям чего-нибудь покрепче лучше не злоупотреблять напитками. Знать свою меру нужно и на отдыхе, или в дороге, например, в самолете. Иначе вместо легкой посадки может наступить тяжелое похмелье. Илья Костин, Елена Штоколова, Дмитрий Олин, Владимир Волков, Первый канал.